У нас социальная республика на сеть. Так, всем привет. Привет, Вальчин. Это кто у нас тут на связи? Ну а кто мой? Антон это кто? Антон, ты не знаешь? Нет, наверное. Мы познакомимся, пока все остальное. Антон, поблаб, пей тебе. Аккуратно. Ну, как поблаб. Что-то типа. Да ладно, не стесняйся. Ну, у меня просто, честно говоря, не поворачивается язык называть поблабом, когда так мало оборудования. Пойди. Че, у нас еще кто-нибудь будет? Ну, у меня сейчас еще Коля присоединится. Может, Вовка. Ну, у Вовка вроде бы там онлайн, как раз его надо называть. Так. Вот так вот. Ну, у меня сейчас. Ну, у меня сейчас. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 а вы не что свой кран показать я марку четверо король минус при помощи хандал а да не осуществляет и мне говоришь в основном говорю константин а вот не на конечные экраны могу показать как же как то есть у вас тоже функция есть она у всех есть кто по ссылке участника подключился вот правда у меня конечно компьютер очень сильно тормозит с чем это связано кость а я в чат скинул проблему коль возникло только не сталкивался в какой чат чтобы общаться на ее встречах чат конференции включить все плагин google talk и и и и и но не знаю тут вот в групповом чате ничего нет уклад и скину я не понял четкого конференция так сейчас есть эти кинувишку такой конференции дала на величку сикину и чё-то некие картинку какой-то на около отключается как-то и и и и Продолжение следует... 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 В общем, как это будет примерно выглядеть, потом покажем, но вообще можно посмотреть, что сейчас вообще у нас реализовано. То есть мы с ресурсом поля производим какие-либо действия, конкретно производство муки и получаем муку. Производство муки у нас раскладывается на тракторист, трактор, ледяное топливо, мельница, мельник и так далее. Грубо говоря, эта производственная спочка позволит в дальнейшем разложить всю экономическую систему, вообще всего чего угодно, на огромную блок-схему. В результате которой мы получим возможность смотреть на действия вообще любой экономической системы и создавать локальные безденежные сообщества. Далее, что хотел бы сказать. Во-первых, с понятием викиномика, я думаю, кто-то знаком, кто-то не знаком, на всякий случай выяснил, что это наука, которая придумала Википедия по разработке производственных цепочек. Это ещё Павел Буров, там, миллион долларов выделил в Википедии, но суть важна. В общем, ну, конечно, тут будет вообще ничего не видно, наверняка, да? Вообще ничего не видно. Нет, не видно. Лучше отсканировать это, либо вот, как я тебе предлагал, приехать ко мне перерисовать. Это в виде электронного варианта. Для этого тебе просто понадобится твоя рука и всё. То есть ты просто будешь на не обычном листе рисовать, а на электронном. Понятно. В общем, короче, это будет социальная ресурсная сеть, то есть там будут профили людей, как ВКонтакте, вот. Но одновременно будут, грубо говоря, у каждого человека определённые вещи, либо определённый труд, и будет определённая биржа, и будет, самое главное, редактор. То есть, грубо говоря, каждый может создать производственную цепочку, даже школьник. И школьник может вообще один построить экономику целого города профицит. Сейчас я всё подключаю. Ладно. Короче, есть функционал авито. Функционал авито заключается в том, что можно выложить какую-нибудь вещь, либо какую-нибудь работу, на неё найдётся какой-то покупатель, который может взять её и купить за деньги. Вот. Но по факту нам, ну, допустим, не обязательно покупать трактор, чтобы обработать поле. То есть, тут нам, допустим, нужна функция аренды, да. Аренды там также нету, там это можно только указать как другую цену. Типа, не заполнить трактор, указать, а написать, что это цена, и тогда этот функционал, в принципе, будет реализован. Но для того, чтобы экономика работала вообще сама по себе, то есть, ну, как вот Жак говорил во времена Великой Депрессии, то есть, заводы стоят всё как бы на месте, ну, что такое, случилось денег, пока нету. Деньги обрушились, короче, ну и всё, короче. Вот. А если рассматривать проблему, допустим, всех деревень и так далее, то тут как бы денег быть и вообще не может. Вот. То есть, по факту этот трактор можно вложить в производственную цепочку, чтобы тот, кто его вложил, получал конкретные блага. То есть, допустим, конкретную муку или конкретный хлеб или конкретные кондитерские изделия, либо деньги от продажи какого-либо продукта, либо включением этого в пай какого-либо кооператива, либо использование этого как, ну, этого ресурса для участия в других цепочках и так далее. То есть, грубо говоря, через эту штуку люди могут объединиться, накидать себе определенную цепочку экономики и как бы всё, жить безбедно до конца, там, этой технологической эпохи или ещё чего-то. Вот. К примеру, как будет любой человек этим пользоваться? То есть, есть у него у одного человека трактор, да, у другого человека поле. Кто-то выкладывает трактор, кто-то создаёт производственную цепочку, у которой нужен трактор. И по таким-то характеристикам эта вещь подходит к этому делу. Вот. Следовательно, она, грубо говоря, в поиске отображается. Следовательно, её... Привет, Коль. Следовательно, её можно включать в производственную цепь. Производственная цепь создана, то есть на экране панели существует много-много всяких значков, типа там, поле трактор, тракторист и так далее. Вот. Вот. И за это по принципу биржи, грубо говоря, назначаются определённые вознаграждения. И также ставки на условия, допустим, залога и так далее. То есть, если человек говорит, что он предоставит трактор к такому-то времени, то он, допустим, ставит либо с производственной цепочки какое-либо количество продуктов, либо ставит просто деньги, либо что угодно и так далее. Вот. Потом создатель цепочки, либо если эта цепочка общественная, все выбирают... Ну, если общественное методное голосование, если создатель один, то тогда, как бы, он выбирает. Вот. Причём каждую почти цепочку можно будет копировать, как бы, и заново её сделать, только будучи самому создателем. И метод эволюционного отбора идей покажет, какая из цепочек более хорошая, то есть, присоединятся люди и так далее. Вот. В общем, все эти ресурсы собираются, работа производится, поле пашется, хлеб производится, мука производится, булочки производятся, что-то продаётся, все получают в результате необходимые ресурсы. Вот. То есть, некого кренделя с деньгами, которые всем эти деньги раздают, чтобы это всё заработало, а потом в три раза больше денег себе захочут взять, как бы, не требуется вообще. Вот. В общем, при помощи этой штуковины мы сначала получим снимок всей экономики, также создадим кейсы, чтобы экономика могла развиваться. Ну, ещё одно движение, движух. В общем, собираем сейчас кейсы успешных производств, вот, и чтобы люди могли где угодно их воплощать. Ещё там будет вообще большая карта ресурсов, то есть, что из чего производится вообще на свете. То есть, там будет, там, энергия солнца, почвы, там, океаны и так далее, там прочие ресурсы. Вот. И показан весь перечень их трансформации, да, там, допустим, до микроконтроллеров, там, или космических кораблей. Вот. С вариациями этой трансформации. И также с конкретными примерами производственных цепочек и производств каждой трансформации. Вот. Дальше эта штуковина позволит сделать локальную экономику. То есть, локальная экономика, в принципе, уже может являться частью ресурсно-ориентированной. Как только штуковина охватит весь мир, тогда можно сделать ресурсно-ориентированную экономику общую. Вот. И это, как бы, один из вариантов переходного периода. То есть, люди просто начали пользоваться определенной системой. Им теперь нельзя управлять. Им теперь, то есть, не нужны никакие напечатанные правительствами бумажки, там, и так далее. И они, как бы, начинают все себе для жизни необходимое производить сами. Вот. И все. Дальше они просто, допустим, начнут с этого, там, в России, грубо говоря, будут давать людям из другой страны. Начнут с это в другой стране, и, грубо говоря, пройдет по миру, и просто все начнут пользоваться этой системой, потому что это будет удобно. А потом с производственной цепочкой вообще лучше создаваться автоматизированным специальным софтом, и будет, в принципе, ресурсно-ориентированная экономика. Ну, вообще, моя задача сейчас, это все это, ну, во-первых, было придумать, составить, увидеть. Сейчас я пишу алгоритм, кто куда что нажимает, что происходит. То есть, я этим уже игрался, но я игрался во сне. Вот. И нужно будет все это воплотить в коде. Воплощает в коде Константин. Вот. Мы с ним иногда на кокотомах тоже, ну, то есть, встречаемся, как бы, пишем код. Вот. Ну, на самом деле, конечно, нам нужно больше людей, или хотя бы больше тех, кто вообще заразится идеей разработки такого софта, потому что это просто нужно. Вот. Ну, в общем, вот, жду ваших вопросов. Или что-нибудь непонятно, вам что спрашиваете? Ну, по сути, это бартер, получается, или летний бартер? Да, это система микробартера. То есть, и бартером является не прямой бартер, а коспенный бартер просто передачи прав на те или иные физические ресурсы. То есть, в итоге там будет, допустим, кому-то принадлежит там 10 килограмм из 100 тонны хлеба, и он в итоге этим как транзакции может автоматизировано с другими людьми обмениваться. Влад, я думаю, все-таки тут зависит от ситуации. В самом простейшем случае сам по себе бартер, он не обязательный. У нас есть исходные ресурсы, есть то, что мы хотим сделать. Если ребята, которые в этом деле участвуют, готовы всю свою работу делать бесплатно, просто ради того, чтобы дойти до цели, например, построить тот же космический корабль, грубо говоря, то пусть они это делают. То есть, если они согласны, делать это все просто так. Но если они не согласны, можно туда наслаивать всякие разные долевые собственности, бартеры и прочие всякие стимулирующие игрушки. Но это не само ядро системы. Ну да, то есть, в принципе, можно играть и тупыми деньгами. А у вас какая-нибудь схемка есть, каковы концептуальные? Ну, типа блок-схемка какая-нибудь. Ну, а ты только что видел то, что показывали? А, это листочек, да? Нет, не листочек, а сайт. Ну да, ну там, как бы, может, я вот посмотрел. Ну, это был пример одной производственной цепочки, или ты что-то другое имел в виду? Ну, более абстрактное есть? Нет. Ты имеешь в виду саму производственную цепочку для самого коррелейшн центра, то есть, как им пользоваться, как основные алгоритмы происходят в нем? Ну, я вижу, что здесь одна, то есть, пример одной производственной цепочки. А эта производственная цепочка, она интегрирована в саму систему сайта, правильно? Ну, в данный момент это просто пример. Да, она там одна, но их будет много, и будет целая глобальная карта экономическая, где можно будет на каждый уровень опуститься, и каждый один фрагмент перехода из одной формы в другую просмотреть. Как это происходит? Сколько раз это использовалось? Какие люди этим занимаются и так далее? Да, можно самому создать какую-то часть этой цепочки, либо какой-то другой метод преобразования ресурсов будет. Ну, вот, а функционал, например, вот, как эти цепочки между собой взаимосвязаны, как они туда интегрированы пользователи, что-то в таком духе. Я не знаю, как абстрактная картинка. Более. Ну, по сути, это самопроизводственная цепочка для самого коррелейшн-центра. То есть, что он делает с пользователями, как он их, грубо говоря, трансформирует, что он делает с информацией, как он ее трансформирует. Ну, я думаю, это же такого нет, и Влад как раз говорил о том, что он собирается это сделать. Ну, да. Ну, вообще, как это будет выглядеть, мы не знаем, потому что обнаруживается там куча ресурсов, которые оказываются там в руках активистов проекта Венера. К примеру, тот же, эти бесконечные доски. Ну, короче, бесконечные доски, на которые можно рисовать. Реал таймборд? Да, да, да. Вот. То есть, мы сейчас обнаружили, что, оказывается, у нас в активистах один из создателей. Так что, в принципе, вдруг это может быть похоже, допустим, на вот такие по реал таймборда. Ну, то есть, в принципе, не знаю. Мое видение, это как, грубо говоря, в принципе, это даже не важно, как оно будет в итоге выглядеть, важно, как оно будет работать по факту, то есть, какой будет алгоритм. А как это он будет выглядеть, это не важно, потому что может быть несколько сайтов сделано, где-то вообще в игровой форме, где-то это может быть серьезный бизнес-сайт, да, где-то это может быть сайт, посвященный именно проекту Венера. Я так понимаю, это штука модульная, да, то есть, там можно любой модуль подключить, можно как-то настроить, можно... Ну, конечно, такие вещи, как деньги и прочие бартеры, вот это все, скорее всего, будет подключаться как модули, потому что эта вещь может быть интересна конкретной аудитории людей, которые все еще привыкли пользоваться этим, но, в целом, оно в будущем не нужно будет, и оно просто будет отключено потом, когда люди сами будут готовы от этого отключиться. На движок есть какая-то ссылка просто интересная? На... На Вики как-то мало. А, что еще раз? На Вики как-то... На Вики как-то... На Вики... Науку это не совсем движок, это концепт. А-а-а, окей-окей. Это, скажем так, у текстовое описание. На Вики науку? Наука. О, да. Это я просто отпустил в этот момент. А на движке на каком планируется все с удовольствием? Ну, в принципе, это сейчас не так важно, в том плане, что... Самое главное, именно как будут устроены основные алгоритмы, то есть, как это все будет происходить. В принципе, есть вот лично у меня там свой движок вообще базы данных, то есть, в принципе, если удастся довести его до ума, то он сможет заменить любую базу данных в мире, которая есть в данный момент, да, и это будет все open-source-но. Вот. Но, в принципе, можно использовать любое существующее сейчас в данный момент решение, чтобы не изобретать велосипедов и быстро попробовать эту концепцию. Самое главное – это идея, то есть, вот основные алгоритмы, какая есть основная информация, то есть, например, у нас есть ресурсы, есть трансформация между ними, серия трансформаций между ресурсами – это производственная цепочка или технология, то есть, технологическая цепочка. То есть, иными словами, то, что отвечает на вопрос «как?», то есть, вот это самое ноу-хау, да, как взять несколько исходных ресурсов и сделать из них несколько или один конечный ресурс. То есть, как у нас, грубо говоря, одно существительное становится другим существителем, или серия одних существительных превращается в другие, да, а вот эти трансформации – это и есть глаголы. Сейчас нужно понять просто, что нужно сделать определенную вещь, вот, грубо говоря, по сути к этому сложились, теперь идет непосредственно допилка концепта и потом поиск путей реализации. Вопрос, грубо говоря, интересна ли вам эта тема и готовы ли вы подключиться к тому, чтобы развивать это дело? Потому что в одиночку, конечно, сложновато нам это делать. Либо подключить кого-то. Да, если вы знаете там людей, которым эта тема интересна, или программистов, или дизайнеров, или кого угодно, людей, которые умеют делать все, что угодно с компьютером, то есть, например, рисовать там что-то, видеоролики какие-то делать, трехмерные модели, все, что угодно, все нам пригодится, потому что процесс, проект достаточно такой объемный. Вероятнее всего, получится согласовать еще его и с проектом Венера. Но если даже это сделать не получится, все равно можно это сделать все своими силами. Еще немножечко предпосылок тогда расскажу вообще, почему вообще такая идея возникла. Я сейчас занимаюсь комьюнити-девелкментом, помимо всего прочего, чем я занимаюсь. Это, короче, отдельная структура, которая выращивает комьюнити-воркеров, а эти люди едут на территорию, разговаривают с местными людьми, объединяют их в комьюнити. На русский язык комьюнити переводится как набор социоэкономических взаимоотношений. Может быть привязанных территорий, может не быть привязанных территорий. Собирают из них комьюнити, потом дают им технологии, как, допустим, что-то производить. Эти люди смотрят на свои ресурсы и начинают научить какие-то производства. Либо своими силами, либо берут какие-нибудь гранты на поддержку и так далее. И эта система получит, ну, как бы, допустим, никто не знает, что в соседнем городе или соседнем деревне производится какая-нибудь штука, которая, в принципе, может как-то там чему-то помочь. К примеру, я сейчас, даже, не знаю, элементарный пример, приехал в деревню, вот, и тут продается только в магазине и, как бы, всякая отрава, вот. А, к примеру, кур здесь никто не продает, то есть все выращивают их для себя, а на продажу, вот, иди в магазин, покупай, как бы, наколотых таких же кур, как в Москве, вот, это такое же, ну, такое же, там, гадкое мясо, гадкие продукты, вот. И никто не мог обладать функцией того, что, допустим, я за какое-то время говорю, что мне понадобится такая-то, такая-то еда в таком-то, таком-то объеме, в такое-то время, в таком-то месте, вот. И никто об этом не мог знать, то есть все магазины ориентировались на то, что в том-то месте продается столько-то примерно того, в такое-то время, вот. И, фактически, нельзя построить, было никакой плановой экономики, то есть, если бы через эту систему человек увидел, что мой рацион питания такой-то и то-то, то-то я планирую взять там-то, там-то, то он мог бы, допустим, организовать производство тех же, там, допустим, десяти кур, сыра, там, еще чего-то, меда и так далее, вот. И мне все это предоставить, вот. А так как мы не знали вообще о друг-друге, о потребностях друг друга, и он, допустим, не знал, что я приеду туда такой крутой, который может, там, любой ноутбук починить, грубо говоря, вот. А у него лежит, там, условный ноутбук, вот. И никто ничего не знает, как бы, и вопросы решаются в абсолютно рандомном, неиспланированном порядке, вот. И в полном хаосе. Вот. Если кто-то вообще планирует производство, да, например, даже если он знает, что кто-то будет этот продукт потреблять, может еще быть важно, чтобы он занес информацию о том, что он планирует этим производством заняться, и уже начал им заниматься, для того, чтобы это повторно никто не делал. В том плане, что могли хотя бы приехать к нему, посмотреть, как у него там, что происходит, и только в том случае, если совсем нет шансов на то, что у него что-то получится, сделать альтернативный вариант. Это к тому, что очень часто еще есть проблема, что люди делают одно и то же производство, и потом это выливается либо в перепроизводство, либо, если мы говорим о технологических вещах, таких как программирование или исследование, люди просто теряют время пустое. Ну да, то есть никакого плана, абсолютно выкидывание ресурсов на вентилятор, будь что будет, то есть абсолютно не систематизация, то есть как нас вообще захватили, да, нас захватили супермаркет, супермаркетами по сути, да, то есть мы ничего не можем произвести, потому что зачем нам что-то производить, и в супермаркете и так все есть, еще и дешевле, чем цена производства. Никто из людей не может ничего делать, потому что если заниматься чисто самообеспечением продуктовым, то это, грубо говоря, там все твое время. Вот, а тебе помимо этого нужно еще много чего другого, вот, а другие люди ничем другим там не занимаются, и все это приходится покупать. Ну, короче, абсолютно не систематизация. То есть если бы у одного был, допустим, коровник, у другого был курятник, у третьего бы был автосервис, а у четвертого был там еще что-то, то как бы все можно было делать систематически и постоянно. Вот, а так, как никто не знает, какие ресурсы, где у кого есть, мы, по сути, вот, живем как в космосе, в вакууме таком. Это как жить там, я не знаю, на тридцатом этаже, когда ты смотришь за окном, и, в принципе, у тебя вокруг воздух, нет ничего. И также в денежной системе люди живут, не знают ни своих соседей, ничего, никто производит, сам никто ничего не может произвести, может только устроиться на работе кому-то, у которого сейчас много денег, дабы прожить сейчас и посмотреть, что будет в будущем. То есть никакого развития, никакой систематизации. Кстати, на тему этих супермаркетов, они хоть нас и захватили, они нас захватили. Скажем так, сама реализация всего этого процесса, она ужасна, потому что, во-первых, для того, чтобы у нас в супермаркете все лежало на полках, нужно все продукты производить с таким, скажем так, запасом, грубо говоря, хранения, либо просто запичкивать их консервантами. Это первое. Плюс существует также огромная проблема, что много фруктов и овощей, даже несмотря на то, что их обкололи всякими консервантами, дополнительными веществами, все равно они пропадают, их все равно выбрасывают. То есть экономика существует не, скажем так, не для того, чтобы осуществить реальный заказ человека, то есть реализовать потребность, а для того, чтобы создать видимость, что эти потребности могут быть в любой момент удовлетворены. Но это идет, скажем так, все за счет того, что мы в глобальной, нам в глобальной картине потребляем огромное количество ресурсов впустую, они просто выбрасываются. И понятное дело, что там все вопросы загрязнения и прочих вещей, они решаемые, но, тем не менее, если их не решать, то все будет становиться еще хуже. Вот я заказал себе на год такую-то коррозину продуктов, то есть, к примеру, 50% стоимости товара – это вообще упаковка, а еще 30% стоимости – это всякие менеджеры и так далее, если не еще 300% стоимости. Вот. И в итоге я получаю колоссально малый объем самого продукта, который мне нужен, но за большие денежные вливания, которых в ресурсоориентированной или плановой экономике можно легко избежать. То есть, если кто-то знает, что мне потребуется столько-то килограмм курятина, то он просто, если у него и так есть курятина, то он просто берет на несколько яиц больше проращивать, и все, у меня есть мясо, я готов за это платить, то есть, мои деньги для чего-то лежат на счету, которым он может пользоваться, и у меня есть там, грубо говоря, определенные рейтинги, что я эти продукты буду потреблять. И все. И высвобождается огромное количество времени вообще у людей, потому что все занимаются тем, что нужно, как бы, остальным людям, а они занимаются тем, что может быть им когда-то в чем-то полезно. Это так же, как учиться 5 лет и ожидать от того, что твоя специальность может быть кому-то в будущем востребована. По сути, нужно, чтобы всегда был доступен глобальный список проблем, которые пополняются в режиме реального времени, и чтобы заказ людей и их потребности все были видны в этом одном глобальном списке, чтобы люди и дети, которые рождаются на этот свет, могли сразу, вместо того, чтобы обучаться всему подряд, просто смотреть и выбирать те проблемы, которые им интересно решить, и тут же приступать к их решению при поддержке учителей, которые просто помогают, дают им дополнительную информацию. И в процессе всего этого человек будет получать опыт, навыки и развиваться всесторонне. Да, или, к примеру, никто не знает, где какие ресурсы, у кого какие возможности и так далее. Все живут как бы в вакууме. Допустим, недавно тупо сломалась у меня машина на трассе. Мне нужно было там два болта, которые, в принципе, почти у каждого там человека есть. Ну, это, конечно, такой пример, то есть, два болта это неинтересно, но фишка в том, что у каждого там почти они были в гараже, у кого есть гараж. Но мне пришлось как бы идти искать магазин, потому что вопрос, есть ли у вас там два таких-то болта на улице, как бы неэтично задавать. А тут ты даже не человеку задаешь этот вопрос о системе, которая просто знает, что вот к этим ребятам можно обратиться, и они в стольких километрах от тебя, или, например, вообще кто-то, может быть, в нескольких метрах. Ну да, либо работающая машина, которая сейчас не требуется. Конечно, в проекте Венера это вообще решается кардинально, что вообще машины никому не принадлежат, и они все автоматизированы полностью. Но чтобы туда дойти, нужно сначала создать производство машин, а потом это производство машин автоматизировать, ну или хотя бы взять того же Tesla Motors, да, Elon Musk, у них открытые патенты, взять, просто сделать такую же штуку локально, где-нибудь независимо, что просто проверить концепцию, что можно взять и производить машину самостоятельно. И их автоматизировать. Да, или, к примеру, вот сервис подвезу, то есть, то люди выходили на дорогу... Ну да. Продолжение следует...